Сегодня перед чтением Евангелия читался Прокимин, в котором мы слышали такие слова «Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром». Остановимся сегодня на этом очень важном понятии, что значит быть своими Богу. И кто это – люди своя, которым Бог обещает дать крепость. И вот сегодня Церковь предложила нам Евангелие о насыщении пятью хлебами и двумя рыбами пяти тысяч человек, не считая женщин и детей. Если мы вникнем в смысл сегодняшнего прочтения, то мы наверняка обратим внимание, что событие, о котором сегодня вспоминается, произошло после казни святого пророка Иоанна Крестителя. Христос оставляет Ивсаиду и уходит в пустыню. Но вот о чем говорит нам Евангелист Матфей в 14 главе, что народ из городов пошел за ним пешком. Давайте себе представим это событие. Из разных городов жители этих населенных пунктов и городов идут пешком туда, где Христос. В пустыне. Мы себе даже представить не можем, что значит. Не так, как у нас по пути магазины какие-то хлебные, молочные, можно что-то перекусить. А это в пустыне уйти с детьми, со взрослыми, с пожилыми, со стариками. Куда? Там, где тот, о котором они услышали, что Он есть истинный Мессия. Он Христос. Он исцеляет людей. А самое главное, Он исцеляет души больных духовно людей. И они пошли за ним. Из разных городов пешком. По пустыне. Не на колясках, не на машинах, не на маршрутках. А что такое по песку? Пожилому человеку идти несколько километров. А что значит пройти по пустыню с младенцами, с детьми, которые хотят пить, хотят есть. Но они идут, потому что они знают, что там есть тот, который исцелит их душевные и телесные раны. И как свидетельствует Евангелие, вокруг него собралось такое количество людей, что они со вниманием, даже не обращая внимания на нужды, на воду, на еду, слушают Его до захода солнца, до наступления вечера. И не устают, и не ропщут. А Христос видит, что они уже утомлены. Они жаждут, они уже хотят поесть. И поручает своим апостолам накормить их. Апостолы удивляются. Где мы возьмем здесь еды? Это надо возвращаться обратно в Евсаиду или в какой-то из ближайших городов по пустыне. Господи, скажи им, пусть они идут и поедят уже в своих городах. Вы дайте им есть. Что мы им дадим? У нас ничего с собой нет. Принесите, что есть. И посмотрим. И к нему приносят всего пять хлебов. И две рыбки, которые были у мальчика одного. Которому мама дала на пропитание. И мы знаем, что этот мальчик пришел даже без родителей. Мама дала ему две рыбки. Сыночек, не пропадешь. Подкрепишься. И вот он приносит их ко Христу. И пять хлебов, две рыбки были положены перед Спасителем. И он, внимание, возрев на небо, благословил хлеб. Вы слышите? Возрев на небо, Христос не просто раздает. Он обращается к Богу Отцу. И благословляет не потому, что имеет нужду благословения. И сам этого сделать не мог. Он показывает нам пример, с чего должна начинаться наша с вами любая трапеза. Любое вкушение пищи, любой обед, завтрак, ужин. Он должен начинаться с воззрения на небо. Обращаясь к иконам, через образ на нас смотрит с небес Господь, Богородица, святые угодники Божии. Вот почему не садитесь за трапезу без воззрения на небо, на Бога, на образ Небесного Царя. И благословил. И ели все. И насытились. Из рук Христа принимают хлебы и рыбу руки апостолов. А потом раздают в руки людей. Смотрите как. Бог благословляет, апостолы раздают, люди насыщаются. И все это происходит через руки. Руки апостольские, руки людские по благословению Божию. И когда люди насытились, они действительно хотели сделать Иисуса Царем. Знаете ли вы о том, что после этого насыщения чудесного, люди пришли в такое изумление, что захотели сделать Его правителем, который питает из всего небольшого количества такое количество людей. Появились заговорщики. И был среди собравшийся заговор насильственно взять Его и вернуть Его в город уже прославленным Царем, чуть ли не на руках внести Его. Вот Он, Мессия, вот мы узнали, что Он целый день проповедовал истину и напитал хлебом. Вот Тот, Который был обещан древними пророками, как Царь. Но зачем Царю Небесному Царство земное? Зачем Ему земная власть? Тому, Который обладает всей полнотой власти над Вселенной. Вот почему Христос сразу говорит Своим ученикам, чтобы они тут же уходили, садились в лодку и переправились на другую сторону, чтобы они отплывали в Капернаум. И потом, это дальше Он пойдет за ними по водам, это дальше Он усмирит бурю, это дальше Он научит учеников верить даже в самую трудную жизненную ситуацию. А пока Он избавляет своих учеников от желания властвовать, царствовать, возноситься над другими людьми и Сам уходит в гору, чтобы там помолиться. Народ же, прославляя Господа, стал искать Его. А Христос, как мы с вами видели, уже был поздний вечер, удалился от людей и пошел за Своими учениками по воде. Удивительное Евангелие, которое мы сегодня услышали. Давайте извлечем из него несколько очень важных уроков, дорогие мои. Первый. Идите туда, где Христос. Как люди, которые жили в разных городах, но даже пешком, по пустыне, по песку, по бездорожью, пошли туда, где Христос. Слушайте Его. Потому что если те люди, которые жили во времена земной жизни Спасителя, могли слышать Его голос, то мы можем слышать Его голос, читая Евангелие. Вот люди Божии, которые знают Иисуса Христа через Евангелие, через Его же благую весть, откровение Господа нашего Иисуса Христа. И где мы читаем такие слова. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Все. Это самое главное, что нужно для того, чтобы стать человеком Божьим. Знать истинного Бога и Бога, воплотившегося Иисуса через рождение от Девы, распятого, воскресшего и снова грядущего, судить живых и мертвых Его же Царства и конца уже никогда не будет. И это первое, к чему мы должны стремиться. Стремиться ко Христу через познание, через чтение святых отцов, которые говорят о Христе. Что сегодня говорит о Христе? Включите телевизор, откройте интернет. Мы много там о нем прочитаем. Мы с вами прочитаем о каких-то совершенно сумасшедших праздниках, где какие-то новые там конкурсы проходят современного искусства, где там вообще ничего о вере, там какое-то сумасшествие. Что мы слышим о Христе в светском телевизионном пространстве? Значит, мы попусту теряем время и перестаем быть людьми Божьими. Люди Божьи знают Иисуса Христа, любят Его всем сердцем и стремятся туда, где о Нем говорят, где Ему молятся, где Его прославляют. И вот еще очень важный урок. Господь перед тем, как вкусить хлеб и напитать людей, возрел на небо. Постараемся, дорогие братья и сестры, всякий раз перед началом трапези молиться Господу. Был такой случай, когда однажды в Оптину пустыню приехала православная семья, ну, паломничество к святым оптинским старцам, помолились, причастились. А рядом, когда уже выехали, семья была многодетная, зашли с детками в столовую перекусить, а там работяги сидели, обедали. Они зашли все вместе, дружно, кто-то там малыша на руках держал, кто-то там посадил малого на стульчик, кто-то рядышком встал. И стали, посмотрели, иконочки нет в столовой. Откуда в столовой икона, да? Ну, вот воззрели на небо, Господи, благослови, прочитали молитву Отче наш, все покрестились. Папа покрестил стол и сели кушать. А работяги сейчас, смотри, смотри, что молятся, молятся перед едой. Сами жуют, а тут, смотрите, интересно, когда пришли и молятся. Ну, так, поулыбались, похохотали, а они покушали спокойно, встали и Бога поблагодарили. Ведь каждый православный, не только воззрев на небо, благословение спросил на пищу, на трапезу, но и после насыщения, благодарит Господа, зная, что любовь, она всегда благодарное чувство. И вот они встали, поблагодарили, все работяги опять там посмеялись. А один из работяг встал и говорит, а вы кто? А вы кто? А мы ездили в Оптину, помолились Господу. Мы просто христиане православные, любим Господа всей семьей. И вот он так был, знаете, потрясен, что просто так помолились. Ну, жена, детки, покушали, поблагодарили и уехали. Он так проникся, потом священником стал. Представляете, что просто человек живет по вере. И это обязательно тронет какую-то душу. Вот как важно нам не на людей надеяться, не на князей надеяться, не на тех, которые нам помогают даже среди людей, а на Господа, Царя Иисуса, сладчайшего. К нему идти, к нему поднимать свой взор перед всякой пищей, приемом трапезы. И обязательно его благодарить. И снова к нему стремиться. И последний, самый важный урок. Если мы, возрев на небо, хлеб вкушаем, то тот хлеб, о котором сказал сам Христос, «Я есть хлеб жизни, едущий хлеб сей, жить будет вовек». И если мы приходим в Храм Божий не просто свечку поставить, а причащаться святых христовых тайн, то не забудем этих слов Христа. «Я едущий мою плоть и пьющий мою кровь, жить будет вовек». И уже здесь мы вкушаем этого бессмертного хлеба, за которым не просто видим, а знаем, что причащаемся истинного тела и истинной крови Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который и вчера, и ныне, и вовеки тот же. Будем же, дорогие, любить Иисуса Христа, будем больше читать о Нем, будем искать Его всем в своем сердце. В защите Бога, и жива будет душа ваша, говорит нам Святое Евангелие. А поэтому пусть каждый из нас сегодня, наконец, поймет, чтобы быть людьми Божьими, которым Бог дает крепость, нужно знать Иисуса Христа. Нужно обязательно перед каждым добрым делом воззреть на небо, попросить Его небесного благословения. И нужно как можно чаще стремиться туда, где Он. А это наши храмы. Нам не нужно идти по песку, мы можем сесть на маршрутку, на машину, пройти пешком и оказаться там, где Христос. А где Христос, там небо, так сказал Иоанн Златоуст. И дай Бог нам всем, кто еще не нашел дороги ко Христу, найти и стать человеком Божьим. И вот только тогда, когда мы станем людьми Христовыми, всем сердцем и всей душой, и всем помышлением, полюбим Его, вот тогда Он крепость людям своим даст. Господь благословит люди Своя миром. Аминь.